Перед тем, как мы окунемся в эту тему, немножко по логике, чтобы вы понимали, как мы идем. Уровень отношений, есть разные составляющие, и мы с вами только вот этот аспект затронули. Есть множество других моментов, которые тоже являются неотъемлемой составляющей уровня взаимоотношений. Я бы очень хотел говорить о четырех важных составляющих здорового общения, о том, что такое взаимное служение друг к другу. Мы ограничены, к сожалению, во времени, и когда вы видели такую надпись «Все об измене», то за то время, которое у нас есть, это невозможно сделать. Если у нас будет такая возможность, организаторы, может быть, мы продолжим дальше. Хотел бы несколько мыслей вам зачитать из вот этой книги. Я считаю, что это лучшая книга о браке. «Таинство брака» Майк Мэйсон. Она есть в электронном виде, можете приобрести ее. Она написана без слюней, без того, очень яркое, точное, точечное, глубокое представление о том, что же такое на самом деле брак и в чем его таинство. Несколько мыслей хотел бы прочитать, чтобы вы почувствовали вкус. Кстати, это те вещи, о которых мы отчасти говорили с вами. Мы по собственному желанию приближаемся к Богу. Вступая в близкие отношения с человеком, мы отдаем предпочтение близости, а не отчуждению, дружбе, а не одиночеству, общению, а не затворничеству, любви, а не равнодушию, жизни, а не смерти. Но этот выбор не назовешь естественным. Его помогает сделать посланное свыше чувство любви. Только с любовью можно принять столь важное решение. Но любовь и в других ситуациях позволяет людям выбирать то, что приносит им пользу, а не вред. Хотя природные инстинкты подсказывают иное. Скажем проще. В браке между людьми возникают отношения гораздо более близкие, чем им хотелось. В результате они получают не то, к чему стремились. Чересчур близкие, чересчур интимные отношения. Но других быть не может. Иногда хочется бежать от этой чрезмерной близости. Встреча двух людей растягивается на всю жизнь. Ее нельзя прервать, невозможно отвлечься. Кто же изобрел такую пытку? Кто решится на это? В конце концов, даже с ближними друзьями мы не проводим столько времени. И вот брак заставляет нас нырнуть в эти глубокие, неизведанные воды. И в том его цель увести нас с мелководья, из удобного мирка, себя любия, в опасные и непредсказуемые глубины реальных человеческих взаимоотношений. Но ведь это и есть цель любой истинной религии. Она должна напоминать нам о том, что Бог не выдуманный нами истукан. Ни наше изобретение, ни теория, ни фантазия, ни часть нас самих и ни средства для достижения целей. Нет, самое странное, что невидимый Бог всегда рядом, гораздо ближе, чем мы можем себе представить. Он реальная живая личность. Он истинное существо, которое можно узнать очень близко, с помощью которого можно познать себя и любимого. Но можно понять это то, как это кто-то отлично знает нас. Но можно понять и то, как этот кто-то отлично знает нас. Познать Бога значит вступить с ним в столь близкие и тесные отношения, что брак после этого покажется лишь их блеклым отражением. И все же в материальном мире брак – ближайший аналог отношений с Богом. А потому столь часто в Библии союз человека с Богом отражается в картинах брака. Христианская вера, как и брак, учит нас, что мы бываем самими собой лишь тогда, когда это не парадоксально. Только тогда, когда мы парадоксально заботимся о другом человеке, когда даем перед алтарем обет вечной любви и служим ему, когда покидаем свой мирок и пускаемся в плавание по его миру, лишь тогда из своего опыта мы узнаем – это другое существо и не менее реальное, чем мы сами. И потому мы начинаем любить его так, как самих себя. Одна из причин, почему мы не открыты в браке, заключается в том, что мы очень сильно любим самих себя. Послушайте эту мысль. Чтобы полностью открыться перед другим человеком, нужно пригласить его в свой внутренний тронный зал и усадить на престол своего «я», который знает тепло лишь вашего тела. Когда вы так поступите, престол вашего «я» будет поколебрен. Любовь – это землетрясение, которое перемещает центр мира из одного места в другое. Еще мысль. Истинная близость без взаимной зависимости не бывает. Она возможна только при условии нравственной открытости и зависимости. Кто желает распахнуться перед другим? Но в этом-то суть брака. В браке человек лишается последнего укрытия. О нем теперь известно все. Как он спит, как он ест, как он лицемерит и лжет, как он думает и чувствует. Где бы у мужа не вскочил прыщик, жена узнает об этом. Но узнает только жена. То же произойдет, если какое-то темное пятнышко образуется и в его душе. Супруги не играют в прятки. Брак – это луч прожектора. Это пристальное внимание со стороны супруги или супруга. Таким же вниманием не оставляет супругов и Господь. Брак – это высшая степень обнаженности, беззащитности близости. Это то, как Бог задумал наши взаимоотношения. То, как Он хочет видеть наши взаимоотношения с Ним. И наш брак – это отражение то, как Он хотел бы видеть наши взаимоотношения между женихом и невестой. И последняя мысль. Пик близости – это когда два человека не боятся и не стыдятся власти в любви. Когда они полностью отдаются чистейшей радости и свободе. Когда чувствуют, что обладают сами и что ими обладают. Величайший покой – значит, что твое место в объятиях другого. Но ты не растворишься в нем, а расцветешь в этих объятиях. Найдешь в них самого себя. Наше естество в такой любви, которая не существует без самоотдачи. Самоотдача и одновременно обладание «Вот это Божье чудо». Немножко вам разыграть аппетит. Очень рекомендую вам эту книжку. Хорошо. Самый сложный блок для нашего с вами размышления. Как помогать людям, когда один из супругов оказался неверным. Как помогать тем, кто упал в грехе при любодеянии. Как дальше жить в этих взаимоотношениях. Как жить с такой болью. Что делать дальше. Как справиться с горечью, с обидой. Вот это то, что мы попытаемся сделать в нашем сегодняшнем разговоре. И очень часто, когда люди приходят к вам за помощью, они, как правило, задают следующий вопрос. Как ты считаешь, что я должен сделать в этой ситуации? И какой будет ваш ответ? Не важно, что я думаю. Важно, что Бог ожидает от тебя. Что Бог хочет, чтобы ты делал в данный момент своей жизни, когда произошло то, что произошло. Это очень важный момент. Таким образом, мы помогаем человеку мыслить не горизонтально, а вертикально. и вот это дает холодный рассудок, дает правильную, здоровую перспективу для того, чтобы потрясения, которые произошли в жизни, их вырулить в правильное русло. И для этого нам нужно помогать, чтобы человек ответил на вот этот вопрос. И как правило, человек знает, что Бог от него ожидает. Но он испытывает такую боль от предательства, что не готов с какими-то аспектами смириться, не готов следовать Божьей воле, не готов мыслить вертикально. Ему больно, ему тяжело, ему плохо. И это нельзя игнорировать. Здесь нужно сострадание, много сочувствия, не просто какого-то много нравоучения. Простой вам пример приведу. У меня сейчас есть опекаемая, которую я веду. В процессе душепопечения она уверовала. позавчера у нее муж повесился. И вчера родители позвонили, родственники позвонили, там двоюродная сестра позвонила, и говорит, Костик, приедь, потому что жуткое чувство вины. Скорая приезжает, она ничего не спит, не может, никакие медикаменты не работают, стратворные не работают. Вот она просто ревит, ревит, кричит, все просто в шоке. Это молодая семья совсем. Казалось бы, жить и жить. И у них есть ребенок, два года. И она говорит, одно дело, если бы я понимала, там у него онка. С этим можно было как-то смириться. Но когда человек вот так вот уходит из жизни, и это серьезный кризис. Измена — это серьезный кризис, серьезное потрясение жизни, которое происходит. И на этом этапе я приехал, я был с ней четыре часа. Сначала мы отдельно с ней разговаривали, потом мы взяли ее двоюродную сестру и втроем пошли на улицу гулять, чтобы ее проветрить мозги. А вечером она уже поехала, его уже привезли как бы в гроб, в селе, там сегодня похороны. К сожалению, я не мог поехать туда. И самое лучшее служение в этой ситуации быть теми друзьями Иова, которые те десять дней или сколько там, они молчали. И не нужны мои вопросы, ответы, не нужны рекомендации. У нее болит душа. Ей нужно дать возможность говорить. Наша задача — резонировать, слушать. И самое лучшее служение — задавайте вопросы. это самое мудрое, что вы можете сделать. Мы даже пробовали с ней псалмы почитать. Почитали где-то четыре псалма, и я вижу ее сердце, оно не здесь, оно не лагает, она говорит, она говорит, у нее много вопросов, она из прошлого в будущего мечется, что не так, а что будет так, а как так. И самое лучшее сострадание — это резонирование. Человек, испытывая это, претерпевает шок. Кто проходил Курамдео, три этапа кризиса — шок, дезорганизация, этап изменений. И в этом состоянии в лучшее ваше служение — это быть рядом, поддержка, слушать ее и задавать вопросы. это то, что вы можете делать, когда люди в таком состоянии приходят. Их нужно пожалеть в первую очередь. Это очень важно, первостепенное служение. Побыть с ними, послушать их боль, их сердце, что там происходит. Это очень важно сделать. То, с чего должно начаться ваше служение, в принципе, это то, что я делал вчера, направить внимание на Бога. В эту ситуацию кризиса, измены, нужно ввести ее в Божий трон. Бог над всем. Он позволил этому быть. Признание Божьего суверенитета. Он творит историю. Почему-то он позволил этому произойти. Это приносит мир душе. Вертикальное мышление. Я видел, как ее сердце успокаивается в этой ситуации. Когда она понимает, да, Бог позволил этому быть. Она терзает себя, что я не так, я виновата, да, я третье, пятое, десятое. Точно так же и в измене. Я виновата, я что-то не так сделала. Я бы, если бы по-другому, да он бы это. А если бы я тогда вот так сказал, то не было бы, я бы не оттолкнула. И мы можем вот метаться, чувство вины просто испепеляет в этой ситуации. Но важный момент, о чем я с ней говорил. У нас вина есть по двум причинам. Первое. Грех приводит к чувству вины. Это библейская модель, почему мы испытываем вину. Если есть грех, его нужно исповедовать, веря в Божье прощение. И это то, что избавляет нас от вины. Есть другая, небиблейское представление о вине. Когда вина есть, а греха нет. Но мои глаза меня судят. Я сейчас тут на троне определяю, что правильно, что неправильно. Я начинаю заниматься самобичеванием. Поэтому, когда я ее глаза перемещаю на вертикаль, тогда это ложное чувство вины, оно уходит. Я говорю, есть грех. Сделали ты что-то не так. Она говорит, нет. И я знаю, она как раз на четвертом этапе душепопечения, где училась самоотверженность служить своей семье. И у нее это получалось превосходно. Но произошло то, что произошло. И поэтому избавление от чувства вины, это перестать своими глазами судить себя и оценивать реальность. Потому что он судья. А если он не судит, он позволил этому произойти, то это то, что помогает понимать, что ты имеешь дело прежде всего с Богом. В любой кризисной ситуации мы имеем дело с Богом. Если вы не утверждены в самом первом пункте, в Божьем суверенитете понимания Евангелия, то здесь вам очень сложно будет проходить этот этап. потому что здесь вы будете спотыкаться, пытаясь как-то объяснить или переиграть или еще какими-то образами. Именно это будет снабжать этого человека необходимыми ресурсами для дальнейшего пути. ничто остальное не будет работать так эффективно, как то, чтобы подключить ее к источнику питания. И то, о чем можно говорить здесь, понимание того, что ты не одна, Бог с тобой, Он рядом, Он тот, который не оставит и не покинет. И даже если люди нас предают, то Он тот, который всегда остается верным, даже тогда, когда мы неверны. И важно показывать библейскую перспективу вот этого аспекта. Помните этот стих? Первое Коринфянам 10-13. Не иной, как человеческое, верен Бог, который не попустит быть искушаемыми, но даст силы, чтобы перенести. В моей жизни есть непрекращающийся кризис. Это наличие ребенка-инвалида. Да, мы с Катей воспитываем ребенка, который лежачий, ему 12 лет на сегодняшний день, он не в состоянии сам о себе заботиться, но знаете, что меня утешает больше всего? Это понимание Божьего суверенитета и понимание того, что Бог не дает больше сверхсил. Его сил достаточно на то, чтобы прожить сегодняшний день. И вот работая с этой опекаемой, о которой я говорил вчера, наша задача помочь в этих обстоятельствах научить человека во время кризиса жить сегодняшним днем. В том плане, что сегодня у тебя есть силы для того, чтобы прожить сегодняшний день. «Знаешь ли ты, что Бог хочет от тебя сегодня?» Человек не знает, как он будет жить в будущем. Он мечется там, он пытается разрулить обстоятельства прошлой жизни как-то, но наша задача вернуть его в настоящее и говорить, «Знаешь ли ты, что Бог от тебя хочет сейчас?» Она говорит, «Да, я знаю». И она в здравом уме перечисляет, что Бог от нее ожидает. Вот сегодня. И на это Бог дает силы. На сегодняшний день Он дает нам ресурсы. И когда я понимаю, заботясь о нашем ребенке, я понимаю, что Он не даст сверхсил. Мое сердце это утешает, Его обетование. Да, я не знаю, как будет завтра, я не знаю, как будет послезавтра, какие обстоятельства дальше в моей жизни сложатся, но Бог сегодня даст мне силы прожить этот день. Его достаточно благодатья на сегодня. Как будет завтра, я не знаю, будет завтра, будем думать, что будет завтра. У Кати моей есть любимое выражение в этом контексте. Не нужно переживать о завтрашнем дне, Бог уже там. Это тоже понимание Его всевластия, Его суверенитета. Он творец истории. Почему Он допустил это, я не знаю. Я не знаю. но в большинстве случаев я читал одну работу, когда готовился к сегодняшнему семинару. И в этом брошюре, в этом буклете был приведен пример одного мужчины, от которого жена ушла и не захотела вернуться. и то, о чем Он свидетельствует, пройдя уже через этот путь измены, Он говорит, Бог меня отрезвел. Это была для меня пощечина от Бога, потому что мои отношения охладели. Я был зациклен на себе. Я не любил свою жену, так как это должно было быть. Я был озабочен сугубо собой. Но Бог через этот кризис вернул меня в свои объятия. И Он говорит, я вижу в этом благости Божью. Это его проведение. И нам оно часто бывает непонятно. Это его путь. У каждого разный путь бывает. Но то, что у Бога благо есть для этого, казалось, какое благо, измена, боль. Но Бог что-то делает. Он творит свою историю. Он позволил этому произойти. И у него намерение во благо, а не на зло, чтобы дать нам будущность и надежду. Иеремия 29, 11. Римлянам, любящим Бога, тем, кто в завете с ним все содействует ко благу. Это не просто лозунг, но это то, где мы должны успокоиться, в его суверенитете направить внимание на Бога. все остальное пыль глаза. Сказать держись, прорвешься, все будет хорошо. Я не знаю, работает ли это в вашей практике, но когда ты с человека переводишь его в глаза, с зацикленности, с проблемой, на Богу, приходит умиротворение. если этого не сделать, сердце будет бунтовать, много грешить, и как правило, на грех, когда происходит измена, супруг отвечает не просто тем же, еще большими грехами. Месть, обида, злорадство, осуждение, коварство, высмеяние и много-много других грехов, которые выплескиваются изнутри. Мы начинаем расстреливать, проявляется вся наша греховная природа, весь монстр, который там жил, он вылазит наружу. Из одного греха происходит множество грехов. и вот это способно приводить, тушить вот это все, понимание Божьего суверенитета. Идем дальше, мало времени у нас. Не игнорируйте в этот период свои чувства, открывайте свою боль Богу. Что происходит на этом этапе? Из того, что я видел и наблюдал, эту боль, эту горечь, супруг, против которого согрешили, он подавляет ее внутрь себя. И в результате это его еще больше испепеляет. Несмотря на то, что внешне могут быть слезы, но мы загоняем вот эту обиду, горечь вовнутрь. нам нужно не игнорировать свои чувства, открывать свою боль Богу. Мы видим это на примере псалмов. Псалом 41-42. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Давайте откроем. Там есть очень важные моменты. Псалмопевец испытывает предательство. Там не было измены, как у мужа и жены, но он испытывает предательство. 41-й псалом 10-11-12 стих. Скажу Богу, защитнику моему, для чего ты забыл меня, для чего я сетую, хожу от оскорбления врагов, как бы поражая кости мои, они ругаются надо мной, враги мои, когда говорят мне, где Бог твой, что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Мы видим псалмы переполнены болью. Бог задумал, Он хочет, чтобы мы приходили и изливали Ему свою боль, говорили о своем состоянии, о том, что мы испытываем, о том, какие переживания нас наполняют, о том, какие вопросы нас беспокоят. Бога не смущают сложные вопросы. Богу нравятся сложные вопросы. Знаете почему? Иногда Он не дает на них ответы, но благодаря сложным вопросам нашей жизни мы становимся ближе к Нему. Это то, что нас к Нему приближает, и Он хочет, чтобы мы задавали Ему сложные вопросы. Он не прячется от них. Мы видим опыт псалмопевцев. Плач и ремия, третья глава, с 1 по 66. Псалмопевец говорит о своей боли. Что с ним происходит? Какие мысли, чувства, что он испытывает? Давайте немножко прикоснемся к этому аспекту. Удалился 17 стих Плач и ремия 3 17 Удалился мир от души моей. Я забыла благодельность, и сказал я погибла сила моя и надежда моя на Господа. По мысли о моем страдании, о бедствии моей, о полыне и желчи. Вся глава пропитана болью, где человек описывает свое состояние. У меня был опыт. Я консультировал женщину, у нее четвертая степень рака. Ее отправили умирать. И хорошая наша знакомая посоветовала душепопечение, и эта неверующая девочка обратилась за помощью, чтобы позаботиться о маме. Бог дал ей покаяние, она родилась свыше, и то, что для нее было утешением, днем днем она слушала псалмы, а ночью она лезла на стенку от такой боли, которой у нее было. И ты, когда идешь к ней, ты понимаешь, ты такой уставший, тебе нечего ей передать. Да? Но ты приходишь и ты улетаешь на нее на крыльях, потому что не ты ей служил, а она тебе служила. Я приходил и я видел сияющего человека, которая наполнена истиной, наполнена Словом Божьим. Она пела эти псалмы, она свою боль в них выражала. Она говорила с Богом, она общалась, она не пряталась, она не притворялась, она не пыталась как-то делать вид, что ничего не происходит, она была настоящая с ним. Ей псалмы эти помогали. Я видел, для меня это было обличение, Господи, я пренебрегал всегда этим инструментом. Колоссальный кладезь псалмов Божьих мы пренебрегаем и вместо того, чтобы нам утешаться то, как это делали мужи Божьи, мы пытаемся потворствовать своей плоти через грехи. Там искать утешение. Да, больно, но мы либо алкоголь, либо шоколад, либо еда, либо какие-то похоти, либо другие какие-то потворства плоти можем делать, или порнографии, или фильмы, или сериалы, чтобы как-то это все заглушить, сменить обстановку. Мы видим поклонение в этот момент, они не прячутся, они идут к Богу, разговаривают с ним, искренне, честно, говорят о своем состоянии души. Научите этого вашего опекаемого, научите его в этот кризисный момент вашей жизни поклоняться. не игнорируйте боль, не отрицайте ее, не пытайтесь ее завуалировать, помогите ему открывать свою боль чем Богу. Попробуйте это в своей практике жизни, вы увидите, как это помогает. Простой пример, он может быть примитивный совсем, но я увидел, как это работает. Мы однажды ходили в поход и очень сложный был маршрут. Уже все были на издыхании и погода плохая, все мокрые, и подъем такой крутой. И мы поднимаемся уже, задышка не это. Я просто начал молиться вслух плач и ремия. Жизни во мне, а не не плач и ремия, а 31 псалом, псалом покаяния, там, где язык прилип к гортани моей. То есть, действительно мое состояние было, просто пить хочется, ужасно устал, как бы жизни во мне не стало, и ты идешь, как бы проповедуешь это, но я почувствовал, в этом есть смысл, мне реально легче, я вижу, как толпа ободрилась, такие живенько, опа, 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 и пошли. Это, кажется, такой простой пример, но на самом деле я почувствовал, как это работает в своей жизни, когда ты искренне исповедовал то, что с тобой происходит, грубо говоря. И это очень важный момент на этом этапе. Есть два момента, либо это все внутреннее состояние, я загоню вовнутрь себя, и мы знаем, что происходит. Знаем, что происходит после этого. куча болячек, проблемы со спиной, с желудком, головные боли и много других как бы. Унылый дух, что? Наше духовное состояние будет влиять на наше физическое состояние. Многие женщины ко мне приходят на души по печенье с проблемами со спиной. Почему? Вот это внутреннее напряжение загоняют в себя. Решил духовную проблему и проблемы с позвоночником. Парадоксально, но в этом есть взаимосвязь. Унылый дух сушит кости. Идем чуть быстрее. Я очень много могу здесь быть, но мало времени. Третий аспект. Помогите опекаемому смотреть на обстоятельства через Божий характер, а не толковать характер Бога, исходя из своих обстоятельств. Сложное определение. Понимаете разницу? Объясните, кто понимает. Мы переживали какую-то кризу в том речи и у нас Бог потешал. И мы понимали, как Бог нас потешил. И у нас есть люди, которые может в каждой ситуации, может отличается от нашей. И мы начинаем говорить навязывать потешал, но Бог у него индивидуальный характер и схит до каждой люди. И мы начинаем навязывать в том, Россия не не знал Бог. А в таком с работе не Какой еще комментарий? Да. Я, наоборот, человек, например, в Петре, абсолютно разуверен в Божьему, считается, что Бог не любит меня, и Бог злой, и Бог сломан на меня, и, исходя из этого, человек, исходя из своей жизни, оценивает неправильно, чтобы Божьи тратят, и исти на том, что, наоборот, действительно, мы должны, исходя из того, какой Бог, Константа и все его атрибуции, смотреть, чтобы Бог не любит. Друзья мои, кто занимается библейским душепопечением, я вижу одну закономерность в практике. Со временем душепопечители начинают больше полагаться на инструменты, чем на самого Бога. Инструменты не спасают, они не меняют людей. Наше хождение перед Богом, наше поклонение, наше понимание Его будет колоссальным образом влиять на то, что мы будем делать, как мы будем помогать человеку толковать события. Помните, светильник для тела есть око, если око твое светло, то все тело светло, если око темно, все тело темно. Сложный отрывок для понимания, но его суть вот какая. Если мое мировоззрение ложное, то мое восприятие действительности будет искажено. Если мое мировоззрение ложное, то мое восприятие действительности будет искажено. Если я неправильного представления о Боге, я неправильного представления о событиях, которые происходят, о людях, которые происходят в моей жизни, их поведении, то, что они делают и тому подобное. Поэтому моя боль или отсутствие чего-то не определяет Божий характер. Но смотрите на обстоятельства через призму, через Божий характер, а не толкуйте характер Божий, исходя из своих обстоятельств. Когда так происходит, мы Бога садим на скамью подсудимых и его судим, вместо того, чтобы задавать себе вопрос, а что Бог думает об этом, то, с чего мы с вами начали. Несколько отрывков как раз. Смотрите вот эту взаимосвязь. Когда в жизни Иова происходит потрясение, как он мыслит? Он не пытается отсутствием скота, детей, поражения его тела, говорить, какой есть Бог. Но он не сомневается в Божьей доброте. И через призму его характера он оценивает действительность. То же самое мы видим в этом псалме 41, который мы с вами прочитали. Где у нас 41-й псалом? Посмотрите, послушайте за логикой псалмопевца. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне, где Бог твой. «Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, ступал с ними в дом Божий, согласно радости и благословия, и славословия празднующего сомна. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога». Окей, вот здесь вот непонятно, что происходит. Но это не говорит о том, какой Бог есть. Я все равно понимаю, что Он тот, на которого я могу уповать. Это Он тот, которому я должна прибегать или должен прибегать. Я на Него буду уповать. Почему? Потому что Он мой Спаситель. Я буду Его славить. Время летит неумолимо. Запишите ссылки, мы выложены быстро двигаться дальше. Четвертый аспект. Какое ваше отношение к происходящему? Как вы оцениваете реальность, действительность? Очень важный момент. Нет времени сейчас у нас читать. Идея говорит о том, что наши обстоятельства жизни в этом отрывке способны выявить состояние нашего сердца, на котором образуется горечь. И когда мы испытываем горечь, то горечь растет на поверхности сердца. Она не может быть обнаружена, пока не прорастет, пока не будут определенные обстоятельства. Созданы для этого. Горечь становится источником других проблем. Опять-таки, какое ваше отношение к происходящему? То, как я отвечаю на вопрос, будет говорить о том, что я буду дальше делать. Либо я на грех ближнего буду делать еще больше грехи, либо я буду двигаться в другом направлении и жить в контексте двух заповедей. Какой бы грех супруг против вас не сделал, вы должны продолжать жить в контексте двух заповедей. Любить Бога, любить ближнего. И никто ответственность с вас не снимал. То, которую Бог дал вам. Или как мужу, или как жене. И горечь становится источником других проблем, которые проявляют себя в нашей жизни. Горечь имеет потенциал создавать проблемы другим людям. Очень быстро что происходит, когда мы не прощаем, когда мы зацикливаемся на себе, на проблеме. Подумайте над этим. Горечь разрушает внутренний мир. Если я в этих обстоятельствах никуда не двигаюсь, не становлюсь послушной Божьей воле, не двигаюсь по тому пути, который Бог хочет, то вот последствия. Я знаю, что вы испытали это в своей жизни. Не обязательно измену переживать, но когда мы испытывали какую-то боль, предательство, непонимание, обида, вот что происходит. Мы теряем внутренний мир. Горечь лишает нас радости. Мы перестаем радоваться. Мы становимся черствыми, грубыми. Ожесточенное сердце. И это будет нас выхолощивать. Горечь будет лишать вас силы. Горечь искажит ваше представление о реальности. Когда мы не прощаем или в этой состоянии, мы уже неадекватно оцениваем реальность. Горечь разрушает наши отношения, и горечь огорчает Бога. Давайте потом. Вы можете потом просмотреть. Мне дали пять минут, и нам нужно быть верными в расписании. Следующий аспект. Оставайтесь верными Божьим ожиданиям. Здесь говорится об обязательствах, которые есть у мужа по отношению к жене, а у жены по отношению к мужу. Даже если произошла измена, то Бог хочет, чтобы мы продолжали выполнять те требования, которые Бог от нас ожидает, как супруг по отношению к супругу. Это важный момент. Тут большая история. Потом, что вследствие и дальше происходит. Он кается или не кается. Если не кается один сценарий, если кается другой сценарий. Но на вот этом этапе человека, пока он признает свой грех или не признает свой грех, наша задача продолжать выполнять свои функции по отношению к нему. Продолжать любить, продолжать заботиться, продолжать служить ему. Несмотря на его предательство. Бог не отменял это. Это важный момент. Потому что, как правило, когда нам больно, мы перестаем брать ответственность за свою жизнь и выполнять то, что Бог от нас ожидает. И зацикливаемся на себе, начинаем себя жалеть. И вы знаете, что дальше происходит. Следующий аспект. Покаяние и прощение. Когда человек кается в своем грехе, то какая ответственность супруга? Простить. Простить. Если человек изменил, это не есть повод для развода. Услышите момент? Если человек изменил, это не значит, что я тут же должен развестись. Если человек исповедует свой грех, и мы видим плоды этого, мы должны простить. Это то, что от нас Бог ожидает. А если мы не прощаем, то уже к нам должна быть применена церковная дисциплина. Так Писание учит. Это библейская логика. Очень быстро. Те, кто учился в Корамдеве, должны это помнить. Те, кто не учился, не знают. То три составляющие прощения. Что из себя представляет прощение опекаемого? Вот три аспекта. Простить, это значит дать обещание человеку. Это обещание тройное. Когда я прощаю, я обещаю. Анализируйте ваши браки. Как вы простили друг другу, даже те мелкие проступки. Тройное обещание. Первое. Я обещаю больше не вспоминать тебе этот грех. Не вспоминать грех обидчику. Второе. Я обещаю, когда прощаю, больше не обсуждать этот грех с другими людьми. И третье. Я обещаю не напоминать самому себе. Другими словами, мы не можем об этом забыть. Бог не забывает грехи. Он не лишается памяти. Но Он говорит, я выбросил грехи за хребет и не вспомяну более. Это Его выбор, больше не вспоминать нам эти грехи. И даже если нас накрывает волна каких-то старых воспоминаний, то в этот момент наша ответственность принять решение не пускаться в эту пучину волны, за которой мы последуем, чтобы еще больше накручивать себя. Но вот в этом моменте принимать решение не позволять себе дальше эмоционально себя накручивать, но проповедовать себе истину. Да, я простил, я не буду больше это вспоминать. Я не хочу снова вот это вот себя подогревать этими болезненными моментами. Вот так выглядит поклонение. И повод для того, чтобы прощать человека, который согрешил против нас, это то, что Христос сделал по отношению к нам. Он намного больше нам простил. И тут бы я хотел целый день с вами посвятить тому, чтобы открыть библейские тексты, которые полны, настолько вкусные. То, как Бог учит о прощении, о том, сколько Он нам простил. Но за недостатком времени мы не можем это делать. Если организаторы примут решение дальше продолжить именно эту тему, здесь побыть, потому что здесь-то как раз больше всего вопросов возникает и на сегодняшний день в наших браках, то это уже на их усмотрение. Подводя итог, давайте еще раз перечислим все первые шаги, когда произошла измена, предательство. Направляйте свое внимание на Бога. То есть внимание человека на Бога. Не игнорируйте свои чувства, открывайте свою боль, смотрите на обстоятельства через Божий характер, а не толкуйте характер Бога, исходя из своих обстоятельств. Следующий аспект. Определите ваше отношение к происходящему. Соответствует ли оно библейскому? Двигаюсь ли я по библейской логике в этой ситуации? Подчинена ли моя жизнь сейчас Слову Божьему, там, где я нахожусь? Оставайтесь верными Божьим ожиданиям. И следующий аспект – это покаяние и прощение. И тут два есть аспекта прощения. Это... Уже устал. Забыл, как это называется. Безусловное прощение и условное прощение. То есть прежде всего я должен в сердце принять решение простить его, и потом, когда человек, если кается, то тогда я должен второе условное уже прощение простить его в душе. Последний вопрос, с которого мы начали, хотел бы, чтобы коротко на него ответили, и на этом мы закончим, после чего будет сессия ответов и вопросов. Как понимание Евангелия влияет на все уровни наших взаимоотношений и брак? Сейчас у вас должен быть, по идее, ответ. Может быть, вначале у вас был он неполный, то какой бы вы дали ответ? Как понимание Евангелия влияет на все уровни наших отношений брака? Все уровни мы сразу вспоминаем пирамиду отношений. Это и есть поклонение. Очень хороший комментарий. Спасибо. Есть надежда. Что еще? Вот здесь. Давайте. 2-0 пока. Отсюда комментарий. Я больше не жертва обстоятельств. Да? Я в этих отношениях должен быть слугой, оказывается. Живу ли я так? Спасибо. И это образ Христа. Вы выигрываете 3-1 уже. Дайте им немножко. Да-да, есть способность, есть сила, внутренний ресурс для того, чтобы простить или проявлять милосердие. Разумеется, что мы хотим действовать на главу. И если будет слово, если будет ситуация, я культурно, очень негативно, мы будем делать на главу. Окей, спасибо. 3-2 еще. Еще отсюда комментарий. Нет, нет, вы уже говорили. Дайте возможность другим игрокам вашей команды. Да. Еще одна мысль в этом контексте. Спасибо. 3-3. И мы больше всего похожи на Христа, когда прощаем и проявляем милосердие. Вот это и есть жить Евангелие в повседневной жизни. Мы больше всего отображаем характер Бога в нашей семье тогда, когда проявляем незаслуженную благодать, милосердие, и тогда, когда прощаем. Вот как Бог задумал наш брак, наши отношения. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...